Добрый день! Традиционное пятничное видео. Оно о том, что не существует волшебных таблеток, но иногда их пытаются изобрести. На самом деле это последнее видео о создании сообществ, и оно о книге Чарльза Вогла, которая называется The Art of Community, искусство комьюнити или семь принципов принадлежности. Это чудесная книга, потому что в ней очень точно, очень коротко сгруппированы основные подходы к созданию и управлению реальными сообществами, не виртуальными, и семь принципов, по которым они существуют. По сути, речь идет о неких локальных сообществах, к которым каждый из нас в том или ином виде может принадлежать. О чем говорит Вогл? Вогл говорит о том, что люди все равно стремятся и будут стремиться быть частью каких-то сообществ. Зачем им это нужно? Потому что люди вне сообщества, несчастные, им не с кем поговорить о сложном, а как правило, они хуже выглядят, хуже чувствуют себя психологически, не чувствуют себя одинокими, это их разрушает. Одни меньше живут и менее счастливы. Согласно определенных исследований, отсутствие социальных связей, то есть одиночество, с точки зрения ущерба для здоровья, эквивалентно, например, 15 выкуренным сигаретам в день. По крайней мере, Вогл приводит такие цифры. Итак, потребность в сообществах по-прежнему есть, но совершенно другие требования. Чего хотят люди? Люди хотят какого-то понятного фокуса, люди хотят единомышленников, и люди хотят иметь возможность влиять, чего раньше категорически не было. Итак, Вогл пытается дать нам универсальный рецепт, простую, по крайней мере, в формулировках, не во внедрении, формулу успешного сообщества. Он говорит, что, во-первых, нужно четко отделять сообщество от просто группы людей. У группы людей могут быть общие ценности, общие цели и даже общее движение вперед. Но что их делает сообщество? Сообщество их делает взаимное небезразличие. Речь идет о том, что каждый член сообщества, поступая определенным образом, думает о том, как это отразится на других, другими словами ему не все равно. Также Вогл говорит, что есть четыре ключевых атрибута у любого успешного сообщества. Первое – это ценности, да, и мы об этом говорили. Очень важно, чтобы члены сообщества разделяли ценности. Второе – это самоидентификация членов сообщества, их ответы на вопрос, кто я, во что я верю и как я поступаю. Третье – это некие моральные принципы, моральные нормы взаимодействия людей внутри сообщества. И четвертое – это атмосфера. Это то, что именно происходит внутри, чем наполнено общение между этими людьми, насколько эти люди могут чувствовать себя внутри сообщества безопасно и вести себя без каких-то ограничений, чувствовать собой. И Вогл дает всем очень простых принципов создания и управления успешным сообществом. Первое – определите границы. Должны быть четкие границы между сообществом и внешним миром. Второе – создавать инструменты инициации. Должно быть очень четкое определение, в какой именно момент человек становится членом сообщества. Создавайте ритуалы. Они и есть тот клей, который держит сообщество. У сообщества должен быть храм, темпл. А члены сообщества, по сути, темплееры. Это люди, которые защищают храм. Это некое место, которое является домом сообщества. Физическое – вполне себе. Пятое – это истории. Сообщество создает внутренние истории, так называемые мифы, которые являются очень важной частью внутренней сферы, культуры. И сообщество создает истории для внешнего мира, которые существенным образом определяют, как именно это сообщество воспринимается извне. Символы сообщества очень важны, своего рода знаки отличия и внутренние круги. Когда мы говорим о внутренних кругах, мы говорим о том, что человек, находясь внутри сообщества, должен иметь возможность совершать какое-то движение вверх в зависимости от собственной зрелости, от достигнутых ранее результатов, от эволюции задач. Если вы хотите изменить мир, если вы точно знаете, как планируете его менять, если вы планируете делать это не в одиночку, то вам точно стоит знать, как работает сообщество. Потому что рано или поздно вы станете его частью.